Так, ну в общем что, будем сегодня снижать вес с помощью эфирных масел. Расскажу, как это делается. Но для начала представьте себе, что вообще-то можно жить совершенно спокойно и не париться о весе, и вообще не думать о том, что существует такая проблема. Вот представьте себе, есть такая возможность жить в таком счастливом состоянии. Жить и не думать о лишнем весе, не думать о весе вообще. То есть просто наслаждаться жизнью. Я сейчас говорю о себе. Я говорю о том состоянии, в котором я пребываю, начиная с 2016 года, когда стала менять целый образ жизни, образ питания и вообще свои взгляды. И на сегодняшний день это очень стабильная, хорошая картина. Здоровая жизнь, никаких отягощений. И теперь я учу других, как снижать вес. Я, конечно, понимаю, что существует много различных течений, теорий, версий, методов, методик о том, как снижать вес. И мое видение, мой рассказ – это всего лишь один из видов снижения веса. Но у меня за моей теорией и за моей системой стоит просто богатый личный опыт. То есть история, через которую я сама прошла, моя жизненная история. И через истории, через которые проходят мои клиенты. Поэтому всё, что я буду говорить, это всё буквально испытано на своей шкуре. Пройдено в теории и на практике. Поэтому мне об этом говорить очень легко. Вот об этом, о том, о чём я буду сегодня с вами говорить. Тут не нужно ничего придумывать, всё говорить само за себя. Итак, лишний вес. Для того, чтобы нам разобрать методы его снижения, нужно сначала вообще-то разобраться в нём, что это такое лишний вес. И я перечислю прямо по пунктам, что это такое. Потому что, когда пишешь, лучше откладывается в голове. Итак, первый пункт, что такое лишний вес. Это, конечно, все знают. Это жир. Так и напишем. Жир. И, конечно, ни для кого не будет новостью узнать, что жир – это то, что образуется в результате неисрасходованной глюкозы. Сейчас все подкованные, все знают, что глюкоза, которая поступает с пищей, должна быть распределена как энергетический заряд, энергетический потенциал в наше клеточное пространство, в наши клетки. Но и проводником глюкозы в нашей клетке является инсулин. Сейчас это все знают. И то, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин, тоже все знают. Но, к сожалению, то количество глюкозы, которое потребляет современное человечество, оно превосходит все допустимые нормы, в результате чего поджелудочная железа не справляется, инсулина не хватает, либо клетки становятся невосприимчивыми к инсулину и наступает инсулинорезистентность. И, таким образом, очень много глюкозы остается невостребованной. Чтобы ее как-то куда-то нейтрализовать, организм ее распихивает в виде жира. Таким образом, мы накапливаем жир в большую часть лишнего веса. Микрофончики, пожалуйста, выключите. Я прямо сразу буду кратко объяснять по каждому пункту, откуда что берется. Некоторые из вас находятся на, как они считают, правильном питании или здоровом питании. Те, кто сейчас присутствует, те, кто будут смотреть в записи этот вебинар. И вы можете мне возразить, сказать, что вы не едите сладкого. Что вы исключили сладкое из своей жизни. Поэтому о какой глюкозе может идти речь, если вы не кушаете ни конфеты, ни шоколад, ни выпечку и прочее удовольствие. А вес все равно не уходит. Так вот, нужно понимать, что глюкоза – это не только прямой сахар, который в виде сахара добавлен в различные кондитерские изделия. Ну, то есть конфеты и прочие сладости кондитерка, одним словом. Вся вареная еда, которую вы едите, а люди едят в основном в вареную еду. Каши, супы, тушеные овощи, запеченные. Ну, в общем, все варится, все термически обрабатывается. Вареная еда представляет из себя крахмалы. А крахмалы внутри пищеварительного тракта превращаются, но расщепляются до глюкозы. Таким образом, даже если вы не едите много сахара, или даже если вы вообще не едите сахар сладкое, вы, тем не менее, употребляете крахмалы, которые расщепляются до глюкозы. Таким образом, у вас все равно по глюкозе идет переизбыток, даже если вы на ПП. И вот в свете того, что я сказала, очень актуальным встает вопрос, когда люди начинают бояться фруктов сладких, бананов, винограда, изюма, бояться соков свежевыжатых, аргументируя этот страх тем, что они же сладкие, там же фруктоза, это же тоже идет на накопление жира. Но здесь нужно понимать такую вещь, что когда вы едите крахмалы, в основном, когда ваша пища вся вареная и вся крахмалистая, и если вы при этом еще и хлеб едите, то крахмалы, крахмалы, это 100% глюкозы. 100% глюкозы. Вы меня слушайте и не думайте, что я буду вам сейчас весь вебинар говорить про крахмалы, про глюкозу. У нас с вами намного более интересная часть впереди про эфирные масла. Но пока мы не разберемся вот с этими вещами, мы не поймем, для чего нам вообще эти эфирные масла нужны. А если мы едим фрукты, сладкие, кислые, неважно какие, то у фруктов обычно какая-то часть составляет глюкозу, а какая-то фруктозу. Бывают разные фрукты, да, сладко-кислые, кисло-сладкие, где-то больше глюкозы, где-то больше фруктозы. Но условно можно сказать, что примерно это 50 на 50. Но это условно, очень условно. То есть 50 глюкозы и 50 фруктозы. Таким образом, если мы сравним крахмалы, где 100% глюкозы, и фрукты, где ее только 50, то становится понятным, что поджелудочной железе намного легче живется, если ее просят переваривать, выделять инсулин либо для фруктов, либо для крахмалов. Понятно, где ей легче. Ей легче там, где глюкозы меньше. А меньше ее практически в два раза. А бывает еще и больше. Так что это вот мое такое слово в защиту фруктов. Так, ну едем дальше. Значит, жир, который накапливается у нас, висцеральный, подкожный и так далее, это первый пункт, такой основной момент лишнего веса. Второй момент лишнего веса – это отеки. И вы сами очень часто об этом и говорите. Когда вы начинаете снижать вес, и когда у вас уходит первая там пара килограммов, обычно люди говорят, а, это вода уходит. Вот все знают, что вода задерживается в организме в виде отеков. Даже иногда эти отеки внешне не видны, но они являются внутренними. И именно они создают заторы и застой. Застой чего? Лимфы и тех отходов, которые она выводит. То есть отеки – это своего рода, как сказать, передавливатели кровеносных сосудов и лимфатических сосудов. Они их передавливают, эти отеки, в результате чего у вас нарушается кровоток, нарушается лимфоотток, возникают застой, заторы и, как следствие, нарушение обмена веществ. Нарушение обмена веществ – это ухудшение, такое резкое ухудшение работы выделительных систем. Это может плохо повлиять на работу кишечника, на работу мочевыделительной системы и других выделительных систем. То есть задержка жидкости добавляет нам лишнего веса и даже, может быть, не столько веса, сколько ощущение какой-то, как вы говорите, раздутости, пухлости, какой-то натянутости, тяжести внутри. Это вот отеки. Так, третий пункт, третья составляющая лишнего веса – это слизь. И вот тут очень интересный момент. Недавно в одном комментарии, ну, я где-то сделала пост в социальных сетях опять про слизь, опять про то, что современное питание, оно очень слизеобразующее, что много в кишечнике образуются слизи из-за такого неестественного питания. И кто-то написал возражение в комментариях, что, а как же там вот слизь, которая покрывает во рту, да, слизистые оболочки, там, в половых органах, ведь это же нужная слизь, как же без неё? Она же является, она выполняет защитные функции. Вот здесь очень большое заблуждение. На самом деле я совсем не эту слизь имела в виду. Слизь, которая покрывает слизистые оболочки наших ртовой полости, да, половых органов, это абсолютно естественное покрытие. И это нормально, это так и должно быть. Но я говорю о другой слизи. Та слизь, про которую я говорю, она обволакивает ворсинки тонкого кишечника. Потому что тонкий кишечник имеет ворсинчатую структуру. И вот эта самая слизь, которая обволакивает ворсинки, она больше похожа на клей. И клей, который очень клейкий, который похож на вот тот клей, на который ловят мышей. Это нечто среднее между клеем и, простите, соплями, что я вот так говорю. Но это неприятная составляющая. И когда мои люди на курсах очищения очищаются по огоням, делают клизмы и видят, что выходит из них в унитаз, они часто удивляются, откуда берется столько слизи. Она действительно похожа на медузу, на какие-то вот такие, простите, сопли, сгустки, вот такие клейки. Она может быть разная. Она может быть прозрачная. Она может иметь какой-то оттенок разный. Но совершенно точно видно, что это что-то такое клейкое. И не имеющее никакого отношения к тому, что покрывает наши нормальные слизистые оболочки. Вот. И вот этой самой слизи, её довольно много. И образуется она именно от недопереваренных частичек пищи. От таких недопереваренных частичек у нас очень много накапливается в тонком кишечнике из-за того, что питание варёное, тяжёлое, много животного белка. Всё это очень плохо между собой сочетается, трудно переваривается. И в результате остаются недопереваренные частички, которые гниют, которые бродят. И в результате процессов гниения мы ещё имеем ещё один вид шлаков. Это гной. Ну, кстати, вот всё, что я описываю, это называется шлаки. По-другому, да? Шлаки. То есть лишний вес это, грубо говоря, зашлаковка организма. Это избыточное накопление того, чего в организме быть, в принципе, не должно. И вот теперь мы четвёртым пунктом говорим про гной. С одной стороны, можно было бы подумать, что вообще, как гной может влиять на лишний вес. Но на самом деле гной имеет разную природу. Где он может накапливаться? Все знают, что гной может накапливаться под кожей. И иногда мы его видим в виде прыщиков, фурункулов, каких-то там угрей, нагноений. Ну, вот что-то в этом роде, да? И мы все знаем, как он выглядит, этот гной. Ещё он имеет свойство накапливаться в порах костей черепа. И дело в том, что он настолько плотно забивает эти поры, что буквально срастает с ними, с костями и становится плотным и твёрдым до такой степени, что даже не просматривается на рентгене и его невозможно обнаружить. Но когда наступает определённый момент, что этого гноя становится много, организм начинает его отторгать. и тогда у вас возникает насморк, и вы видите вот эти неприятные выделения, бывают зелёные, бывают гнойные, если это хронический процесс. Вот это есть тот самый гной, который начал исторгаться из пор костей черепа. Ещё вы можете видеть его на миндалинах, гнойные пробки, и вы знаете, что это очень неприятно пахнет. Я помню, в детстве у меня такие были, это очень неприятно. И это то, что в вас копится годами и десятилетиями. Просто иногда организм говорит, что это нужно вышвырнуть, это ненормальная составляющая, от этого нужно избавиться. И вот таких залежей, гноя у вас они могут быть в разных частях тела. И, как правило, если у вас есть какие-то воспалительные процессы, неважно в какой части тела, они очень часто сопровождаются скоплением гноя. Это тоже шлаки, и это тоже влияет на в общем и целом на ваше утяжеление. Ваше утяжеление. Так, следующий пункт это камни, песок и соли. но вы знаете, где они находятся. Это и почки, это и желчный пузырь, который часто удаляют из-за избытка камней. Это суставы, где накапливаются соли в околосуставной области мышечных. Эти соли бывают очень острые, буквально как ножи с острыми краями, они режут наши ткани, и при этом люди испытывают боль. И это вот тоже все в сумме тоже дает утяжеление. Дело в том, что если, например, жир представляет собой большую составляющую, самый большой процент лишнего веса, то все остальные, они, конечно, имеют намного меньшие, в разы меньший процент, чем жир, но в общем и целом вместе все взятые, они создают застойные явления в организме. А если это застойное явление, то все стоит, как вы говорите, вес не двигается. Нарушение обмена веществ, состой, и очень трудно бывает такие организмы раскачать, раскачать, чтобы у них хотя бы немножко начал двигаться вес в сторону снижения. Итак, мы пришли к тому, что накопление лишнего и ненужного в организме проистекает в основном от неправильного питания, от неестественного питания, от нарушения работы выделительных систем, пищеварительных органов, и в общем и целом идет как нарушение обмена веществ. И возникает вопрос, что с этим делать? Как подвинуть вот это все, чтобы пошел обратный процесс, чтобы повернуть все вспять и возвращаться к нормальному весу? Я буду перечислять мероприятия, которые действуют на тот или иной вид шлаков. И самое первое мероприятие это, конечно, убрать глюкозу или свести ее к самому минимуму. Ну, поскольку все знают, что главный враг глюкоза это именно сахар и все, что его содержит, то, соответственно, какой мы делаем вывод? Вывод мы делаем, что нам нужно начать уменьшать количество вареной еды, чтобы вот эти крахмалы сводить к минимуму питания. А чем заменять вареную еду? А заменять сырой растительной пищей, то есть сырой растительной клетчаткой, которая не является глюкозой, которая по большей части содержит фруктозу и усваивается она быстро, точнее, она вообще не усваивается, клетчатка, усваивается только сок, который содержится между этой клетчаткой, а клетчатка идет на форм бактерии. И поскольку в организме человека, у которого лишний вес очень мало полезных бактерий, то обычно организм всегда хорошо реагирует на увеличение доли сырой растительной клетчатки, тем, что начинают образовываться полезные микрофлоры, начинают более активно работать выделительные системы, ну и соответственно у нас начинает сдвигаться немножко вес в сторону уменьшения. Но здесь есть одно предостережение. Если вы вообще по жизни очень мало всегда ели сырой растительной пищи, мало фруктов, мало овощей и все там сводилось может быть к половине помидоринки за день и к половине яблочко, то вам нужно знать, что увеличивать количество сырой растительной пищи нужно очень постепенно. Если вы резко в один день себе сделаете 70% сырой растительной пищи, да даже и 50%, и замените большую часть вареной еды, то вам будет просто плохо. И мы уже знаем, чем это заканчивается, это может быть расстройство пищеварительной системы, это может быть обострение каких-то хронических заболеваний, связанных с органами пищеварения, обострение гастрита, панкреатита, это просто неприятное ощущение, распирание, вздутие, а еще может скрыться такая проблема, что если вы вообще по жизни мало всегда ели фруктов или вообще их никогда не ели, то у вас вполне возможно не образуются ферменты для усвоения фруктозы, и тогда для вас употребление фруктов будет не то чтобы неприятным, а прямо-таки даже и опасным, вот, и вы будете себя чрезвычайно плохо чувствовать со стороны живота, поэтому вот предупреждаю, что очень-очень постепенно, понемножку и прислушиваться к себе, вот, ввели там лишнее яблочко в день или лишний бананчик и прислушивайтесь к себе, ввели не половинку помидорки, а там полторы помидорки и смотрите, как организм реагирует, ну и все в таком духе, так, значит, по поводу тех, кто все еще пока сидит на тортиках, шоколадках, печенюшках и прочим сладеньком, могу вас порадовать тем, что сахарная ломка, когда вы отказываетесь от сладких вещей, в принципе, питание длится примерно две недели, да, это бывает неприятное состояние со всех точек зрения, и физиологически это плохо, это тяжело, это и психологически тяжело, это эмоционально, морально, это со всех сторон, действительно ломка, но хорошая новость состоит в том, что она преодолевается довольно легко, и эфирные масла нам в этом помогают, и если ее перетерпеть в течение двух недель, грамотно используя необходимые инструменты, то спустя две недели, ну, две-три у всех там по-разному, кто-то очень быстро отвыкает, ну, спустя примерно две недели у вас даже и не возникнет мысли, что вы зависимы от сахар, вы просто перестанете ощущать эту зависимость, да, возможно, вас будет там тянуть, но это будет такая чисто привычка, социальный, я бы даже сказала, фактор, когда подать чего-то к чаю, да, как обычно семья собирается за чаем, и подать чего-то к чаю, то есть это такой, ну, милая, милая такая традиция, но на самом деле, если вы себе откажете вот в такой традиции, то спустя две недели ломки уже не будет, вот, ну, просто будете спокойно на это смотреть. Так, дальше, следующий момент, значит, мы сказали про жир, да, про первый пункт, что мы убираем глюкозу, или сводим ее к минимуму в виде сладкого, в виде вареной еды. Дальше отеки. Что нам делать с отеком? Дело в том, что когда вы начинаете вот эти первые свои мероприятия по уменьшению и ликвидации глюкозы из своего питания, у вас само собой начинают уменьшаться количество жира и вот эти передавливания, которые имели место и передавливали кровеносные лимфатические сосуды, они начинают сами собой исчезать и сами собой отеки постепенно проходят. Плюс мы еще подключаем дополнительные мероприятия в виде очищения организма короткого однодневного и это еще больше способствует тому, что отеки уходят. То есть вес начинает падать. Это вот тот самый момент, по которому вы говорите «А, это вода ушла». Ну да, вода ушла, но и хорошо, потому что когда она стояла, это было плохо, она всем мешала. Следующий момент, мы должны убрать слизь из организма и мы это делаем опять же с помощью коррекции питания, с помощью того, что мы заменяем часть вареной пищи с сырой растительной пищей, то есть мы работаем механически по стенкам кишечника, потому что сырая растительная клетчатка, она механически очищает стенки от накопившейся слизи, клея, плюс мы еще воздействуем химически, потому что фруктовые кислоты имеют свойство вот эту слизь разжижать и выводить ее из кишечника. Плюс мы делаем дополнительные мероприятия опять же в виде очищения организма поначалу даже просто на уровне одного разглодочного дня в неделю, когда мы либо проводим его на сырой растительной печи, либо просто на жидком питании. Мы очищаем кишечник с помощью какого-нибудь ослабительного любого, которое нравится, и проводим день или часть дня на жидком питании. И это тоже помогает нам очищать кишечник от слизи. И плюс мы еще применяем дополнительные эфирные масла, но об этом чуть позже. Четвертый пункт это работа с гноем, как избавляться от гноя. Здесь мы делаем упор на щелачивающее питание. К щелачивающему питанию относятся во-первых цитрусовые, во-вторых зелень, овощи, а другими словами опять же сырая растительная пища. Но если нам ее тяжело употреблять в виде жевать много, то довольно легко идут соки свежевыжатые, как фруктовые, так и овощные, которые тоже хорошо разжижают слизь. Хорошо идут смузи с жидки, с добавлением зелени, тоже очень хорошо вот это все разжижают и способствуют выведению гноя. Также мы подключаем опять-таки усиливаем работу по выведению отходов из кишечника, то есть применяем опять же слабительные, применяем где-то может быть клизмы, применяем разгрузочные дни и таким образом мы снимаем нагрузку с дыхательной системы, переводим ее на кишечник и у нас освобождаются пазухи. Вот поэтому когда люди приходят ко мне в марафон и начинают свои первые очистительные мероприятия даже на уровне коррекции питания, то есть начинают просто кушать больше овощей и фруктов, они говорят ой у меня что-то стало стекать оттуда с головы у меня стекает прям по глотке по задней стенке какая-то слизь стекает, я прям ее чувствую. Вот что делает только лишь изменение питания в сторону более ощелачивающего. Не говоря уже о том что делать с организмом человека условное голодание по марве аганян когда мы вообще убираем твердую пищу изменяем ее жидким питанием травяным сбором с соком лимона с свежевыжатыми соками и плюс с эфирными маслами которые также ощелачивают и очищают. По маслам сейчас чуть позже. Так мы работаем с гноем. А поскольку гной еще заселяет очень хорошо альвеолы бронхов это бронхиты хронические это пневмония это бронхиальная астма то мы еще и работаем с жирами то есть мы делаем упор на жиры больше чем на белок и с помощью жиров мы восстанавливаем нормальное количество сурфактанта в альвеолах потому что сурфактант это то что то что выстилает изнутри альвеолы он как раз и способствует хорошей нормальной функции дыхательной системы вот а если у вас альвеолы забиты гноем то там ни о каком сурфактанте вообще и речи быть не может поэтому работаем с жирами учимся употреблять правильные жиры убираем к черту рафинированные масла которые все эти подсолнечниковые дезодорированные рафинированные вообще убираем их из рациона напрочь это страшнейшая вещь которая вызывает усиливает воспалительные процессы мы переключаемся на животные жиры и уделяем им больше внимания хорошим животным жирам так мы работаем с гноенными накоплениями плюс подключаем эфирные масла ну и камни песок соли здесь мы воздействуем в принципе теми же самыми мерами которые я описала выше потому что эти виды шлаков они точно так же образуются в результате неправильного питания вот когда мы меняем питание мы способствуем во первых тому что они просто перестают образовываться а когда мы делаем питание более ощелачивающим мы добиваемся того что мы растворяем эти камни эти соли превращаем в более мелкую фракцию и они у нас потихонечку выходят естественным путем а правда процесс конечно это не быстрый но лучше делать медленно чем не делать вообще ничего согласитесь да вот таким образом воздействуя на все эти пять пунктов а я не сказала еще про шестой это тоже особая тема вот как-то упустила сейчас скажу про шестой пункт я напишу просто слово клетки но на самом деле я бы здесь даже сказала кладбище клеток и пусть это звучит некрасиво да кладбище клеток но на самом деле на самом деле это так и есть то есть вы знаете что в человеческом теле происходит процесс отмирания старых клеток больных клеток и рост рождения строительства новых клеток это постоянный процесс который происходит в течение жизни и умирает человек тогда когда когда процесс строительства новых клеток прекращается тогда наступает смех а пока мы живем в течение жизни этот процесс обновления клеточного все время происходит. Или по-другому еще говорят, клеточная регенерация. Так вот, если в организме есть застой, вот это вот все имеет место, и у нас застой, да, и все стоит, и ничего не движется, и нарушен обмен веществ, у нас клетки отмирают, но они плохо выводятся из организма, потому что плохо работает выделительная система, потому что нарушен обмен веществ, и эти клетки превращаются в кладбище. А поскольку клетки – это белковая структура, это начинает гнить, это становится источником воспалительных процессов, и это может быть абсолютно в любой части тела, вот это кладбище клеток, просто по всему организму. Еще у нас есть микрофлора в кишечнике, которая тоже рождается и умирает, рождается и умирает. И этот процесс тоже очень быстрый, то есть по сравнению с человеческой жизнью, там все происходит просто молниеносно. И если у вас кишечник плохо работает, если, не дай бог, запоры, нерегулярный стул, стул с трудом, тяжелый стул, стул козьими катышками и так далее, ну вот такой нелегкий, не удовлетворяющий вас, то у вас еще и задерживается вывод из кишечника погибших бактерий. Вот когда вы, простите, какаете, в унитазе вы оставляете что? Это остатки пищи, да, отходы. И это, собственно, переработанная клетчатка, если она там была, ну, хотя бы какая-то, да, то, что переработали бактерии. И это, собственно, ну, трупы бактерий, будем так говорить, трупы бактерий. Вот. И если у вас со стулом плохо, то вот эти трупы выводятся плохо. Соответственно, и в кишечнике тоже кладбище. Кладбище этих трупов, этих бактерий. И все это в комплексе опять создает хронический воспалительный процесс, застой. Ну и, как следствие, это не только лишний вес, и даже не столько лишний вес, сколько это хронические заболевания самого разного спектра. Вот. И когда мы начинаем наше мероприятие, то есть мы начинаем менять питание в сторону более естественную, когда мы начинаем очищать организм сначала на базовых началах с помощью расслуживочных дней, потом более такое глобальное делаем очищение через условное голодание погонян. Мы работаем на клеточном уровне и мы очищаем организм вот от этих самых залежей кладбища мертвых клеток, которые должны быть выведены, но которые по некоторым причинам там задержались. Вот. Поэтому во время очищения организма люди обычно испытывают очень большое облегчение, потому что вот это вот всё, вот эти вот все пункты, они начинают тело покидать. И поскольку вот это вот всё является неестественной составляющей наших человеческих тел, то тело чувствует просто колоссальное облегчение, когда вот это всё начинает мало-помалу из тела уходить, исчезать. И вот теперь мы переходим к эфирным маслам. Я позволю себе убрать, я думаю, что вы это запомнили. Когда мне ещё были незнакомы эфирные масла, я обходилась только теми мероприятиями, которые я вам перечислила. То есть переход на естественное питание, распозрачные дни, очищение по огням, лимфодренажные гимнастики, физические упражнения, дыхательные практики, цигун, фитотерапия, гринотерапия. Вот это всё было мне доступно. Этим я занималась и занимаюсь сама. И этому я учила и своих подопечных. Но когда в мою жизнь пришли эфирные масла, то открылась новая дверь, которая позволила сделать вот эти все процессы, о которых я вам рассказываю, намного более быстрыми и эффективными. А ещё, что очень важно, безопасными. И хотя я всегда утверждала и утверждаю, что безопасно переходить на естественное питание, безопасно заниматься условным голоданием, но всегда делаю оговорочку, если грамотно к этому подходить. То есть если правильно готовиться, если слушать свой организм, если учитывать индивидуальные особенности, если не заставлять себя делать что-то через силу, превозмогая, то тогда всё проходит благополучно. Но, к сожалению, далеко не все умеют слушать себя, знают законы естественного питания, умеют переходить на естественное питание без фанатизма, а очень часто наоборот присутствует фанатизм. И это резкое изменение питания приводит к различным родам осложнениям. Поэтому всё равно всегда есть риск получить какое-то осложнение большое или небольшое, если чего-то не соблюдать или чего-то не знать. И когда появились эфирные масла, у нас просто риск вот этих осложнений, он не то чтобы снизился, он практически стал равен нулю. Потому что эфирные масла оказались той самой подушкой безопасности, которую мы подкладываем под любую ситуацию. И вот я вам сейчас буду приводить примеры. Значит, я рассматриваю сейчас базовый набор эфирных масел. Ну вот такой наборчик, о котором я уже рассказывала неоднократно. Это называется или домашний доктор можно назвать, или семейная аптечка. Вот здесь 10 флаконов эфирных масел. И каждый из этих видов эфирных масел играет свою роль в ликвидации вот тех самых пунктов, которые были написаны здесь. Давайте рассматривать, что это за такие чудесные товарищи. Достаю первый флакон. Это лимон. Эфирное масло лимона добывается из кожуры лимона. В кожуре лимона есть такое вещество, которое способно заживлять воспаление, особенно на слизистый желудочно-кишечного тракта. И хочу, чтобы вы это просто прям запомнили, что лимон у многих ассоциируется с кислотой, но кислота, она только в соке. Только в соке. И у нас есть чудесная возможность получать совершенно не кислый продукт, такой как масло из кожуры лимона, эфирное масло из кожуры лимона, которое не только не воздействует агрессивно на слизистую, например, желудка или кишечника, если у человека есть заболевания, там гастрит, колит, язвы, возможно, но даже наоборот, эфирное масло из кожуры лимона способствует заживлению вот этих вот самых воспалений. И вот теперь вспоминайте наш список причин лишнего веса. Это один из пунктов, это сокопление слизи между ворсинками тонкого кишечника, что является одной из причин затора и нарушения обмена веществ. Эфирное масло лимона действует таким образом, что оно быстро растворяет эту слизь, что способствует ее быстрейшему выведению. Вот в чем хитрая штука. То есть он не только снимает воспаление, но он еще и помогает вот этой самой слизи быстрее выводиться из кишечника. И если пить лимон, а мы его именно пьем, пьем мы по капле. Да, вот чтобы вы понимали, что такое эфирное масло, это расход по одной капле на порцию, потому что она, эфирное масло очень концентрировано. И если мы пьем воду с одной каплей эфирного масла лимона на стакан воды на постоянной основе, просто пожизненно пьем вот такую воду в течение дня с эфирным маслом лимона, то мы очень быстро себе обеспечиваем восстановление нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, восстановление и целостность слизистых кишечника. А очень часто бывает, что у людей при таком загрязнении кишечника возникает синдром раздраженного кишечника, синдром дырявого кишечника, который является причиной аутоиммунных заболеваний. Поэтому вот, казалось бы, такая вот одна капля, но она нас может спасать не только от лишнего веса, из-за нормализации вообще всей работы желудочно-кишечного тракта, но еще и от аутоиммунных заболеваний. Это вот масло лимона. И это, между прочим, самое недорогое масло в этом наборе. Следующий флакон – это масло ладана. Ладан. Помните, шестой пункт я вам говорила про клетки, да? Кладбище клеток. Так вот, ладан – это наоборот. Если лимон дешевое, да, масло недорогое, то ладан – это одно из наиболее дорогих масел вообще в коллекции Дотера. А мы говорим о маслах Дотера. Ладан – это как раз про клетки. Дело в том, что масло ладан наверняка у вас ассоциируется с чем-то священным, да, религиозным. Но это на самом деле так и есть. Это священное масло, и у него есть способность распознавать на клеточном уровне, где имеются клеточные поломки, и ладан умеет их убирать, эти поломки. Он знает, как это делать. Это кажется странным, невероятным, что у эфирного масла есть знания, да, и умение, как что-то ремонтировать. Но это так и есть. Поэтому, когда речь идёт о тяжёлых заболеваниях, для которых применяются какие-то протоколы с эфирными маслами, ни один протокол не обходится без ладана, потому что ладан – это всегда воздействие на клетки. Воздействие в самом положительном смысле. Вот что такое ладан. И у аромотерапевтов есть даже такая поговорка. Не знаешь, что порекомендовать пациенту, посоветуй ему ладан. Потому что у ладана вообще универсальное свойство. Помогать всегда, в любых случаях, при любых заболеваниях, он никогда не может навредить. Он всегда помогает. И плюс он ещё усиливает действие других масел. То есть, если мы пьём просто лимон, мы снимаем воспаление. Если мы ещё и капаем под язык ладан, а его можно принимать внутрь, мы убираем воспаление в ускоренном режиме. Вот что такое ладан. Третье масло – это лаванда. Оно такое сиреневого цвета. Лаванда. Лаванда – это всё, что связано с успокоением, с снятием аллергических процессов, снятием воспалительных процессов, нормализации сна – это лаванда. Почему лаванда хороша, когда речь идёт о снижении веса? Вспомните про сахарную ломку. Помните, я вам говорила, что две недели идёт сахарная ломка, и это очень тяжело переносится. Люди обычно напрочь лишаются сна в этот период, потому что идёт, ну, ломает, да, всё меняется внутри. Как же раньше же был, организм привыкал делать всё с сахаром, а теперь он живёт без сахара. Это тяжело. И вот здесь лаванда просто незаменима. Если мы её наносим себе на одежду, на кожу, нюхаем её через диффузор, просто на подушку капаем, или добавляем в крем для лица, для рук, и окружаем себя постоянно этой лавандой, мы успокаиваемся, приводим свою нервную систему в порядок, эмоционально выравниваемся, и вот этот период ломки проходит, ну, довольно спокойно. Вот в этом нам помогает лаванда. Так, четвёртое масло. Орегано. Орегано. Это самое жгучее масло в этом наборе. Поэтому, когда мы говорим про орегано, мы всегда имеем в виду, что его применяем только в очень сильном разведении. Если мы как-то случайно нанесём себе каплю орегано просто на кожу, то можем даже получить ожог, особенно если кожа у человека чувствительная. Но при всей вот этой своей жгучести орегано является сильнейшим иммуномодулятором, во-первых, потому что очень воздействует на укрепление иммунитета. А во-вторых, усиливает, улучшает обмен веществ. Каким образом? А вот что мы делаем. Мы берём салатную заправку, но не готовую из магазина, а делаем сами. Берём хорошее масло, берём лимонный сок, мёд, соль, специи, добавляем в растительное хорошее масло каплю орегано, можем добавить каплю лимона, и делаем из этого салатную заправку. Таким образом, мы запускаем у себя внутри усиление обменных процессов. И помогает в этом именно орегано. А это как раз то, что нужно. Это вот и есть как раз про сжигание жира, про то, чтобы всё задвигалось, про то, чтобы всё заходило и перестало быть в застойном состоянии. Если каждый день делать себе вот такую заправку с участием орегано и кушать сырые овощные салаты, то ваш вес начнёт таять просто на глазах. Следующее масло – это чайное дерево. Я знаю, что чайное дерево у многих ассоциируется с чистотой, особенно с чистотой кожи. И это действительно так. Но это не только чистота кожи. Это, я напишу вот так, просто чайное, да, чайное дерево. Это не только чистота кожи, это ещё и чистота изнутри. Вспоминайте про гной. Помните пункт, да, гной – одна из составляющих лишнего веса. Чайное дерево очень хорошо справляется с гноем, где бы он ни возник. Если мы увидим гной на коже, угри, прыщи и так далее, мы работаем чайным деревом, и это очень быстро убирает гнойники. Если мы видим гной на миндалинах, да, выделение идёт через дыхательные пути, мы опять работаем чайным деревом, мы выполаскиваем этот гной водой, в который добавлено чайное дерево. Если у нас застойные и гнойные явления в бронхах, лёгкие, вот это, да, всё дыхательная система, мы используем чайное дерево ингаляционно, мы делаем массажи, используя чайное дерево, и мы работаем на вывод вот этой гнойной мокроты, застоявшейся в дыхательных путях. Это опять про шлаки, про тот список шлаков, которые мы убираем. Следующее масло это перечная мята. Перечная мята. Это одно из любимейших масел вообще всех, потому что, ну, во-первых, запах мяты практически все любят, что это очень вкусно, это освежающе, но у мяты есть замечательная способность притуплять чувство голода. И когда мои люди приходят на марафон, чтобы перестраивать своё питание и учиться очищению, первое время они часто испытывают чувство голода, потому что всё меняется. Не потому что они не едят, нет, они едят, но они при этом всё равно испытывают чувство голода, до какого-то недовольтворённости, потому что еда изменила свой характер. И организм при перестройке питания начинает очень часто подавать вот эти позывы, чтобы закинуться чем-то ещё, закинуться чем-то ещё. И мы вместо того, чтобы закидываться и догоняться какими-то запрещёнными плодами, мы догоняемся мятой. Что мы делаем? Мы просто не расстаёмся с этим флаконом. Мы просто с ним живём. Мы носим его всё время в сумочке, в кармане. И как только возникает желание чем-то догнаться, мы достаём флакон мяты, мы его нюхаем, мы наносим мяту на... вот сюда под нос, чтобы постоянно дышать, на виски, куда угодно, на одежду. Мы даже можем мяту добавлять в нашу воду, которую мы пьём. Это освежает. Мы заряжаем мяту в диффузор, чтобы в помещении царил этот аромат. И таким образом перечная мята помогает нам безболезненно пережить период ломки, вот этот двухнедельный. И помогает чувствовать себя неущемлённым. Помогает комфортно пережить. Вот что такое перечная мята. И дальше я перехожу к смесям. Вот шесть пунктов. Это однокомпонентные масла, то есть добытые из одного растения, из одного продукта. И ещё четыре флакона в этом наборе. Это смесь. И первая смесь, это смесь Digest Zen. Такое красивое название. По-другому её мы называем Zen пищеварение. Я напишу просто Zen. Zen пищеварение. Возвращаясь опять к теме слизи на ворсинках тонкого кишечника, про то, что мы работаем с лимоном на эту тему, на удаление слизи. Мы ещё и используем прям три раза в день Zen пищеварение для того, чтобы дискомфорт, который возникает, когда мы начинаем очищать тонкие кишечки при помощи увеличенного количества растительной клетчатки сырой, возникает дискомфорт. Даже если мы её постепенно увеличиваем, всё равно возникает дискомфорт. Мы его как раз снимаем с помощью Zen пищеварения. Я вам даже перечислю, какие масла входят в состав этого дзена. Имбирь, фенхель, кориандр, мята перечная, эстрагон, анис и тмин. Кроме того, что мы снимаем дискомфорт, эта смесь ещё воздействует тоже противовоспалительным образом, так же, как и лимон. Снимает очаги воспаления, заживляет слизистую и делает, в общем и целом, состояние перехода на естественное питание довольно комфортным. То есть это вот то, чего мы были лишены раньше. У нас часто были газы, вот этот метеоризм, когда увеличивается количество растительной клетчатки. И я всегда всем говорила, ну и сейчас говорю, что этот период нужно просто пережить. Без него никуда не денешься, без этого периода спучивания живота. Дзен нам помогает здорово этот период пережить, практически не ощущая какого-то дискомфорта. Его можно применять внутрь, но можно и наружно, если не нравится запах. А запах у него вот именно вот этого, анис, тмин, что-то такое. Если кто-то любит, то будет приятно. Можно лимон добавлять в дзен, это тоже очень приятно. Можно в разведении с базовым маслом наносить на живот, поглаживая себя по животу, по часовой стрелке, вокруг попка. Вот это тоже все очень здорово облегчает наше состояние. Следующая смесь называется Бриз. Это смесь для дыхательной системы. Само название уже говорит за себя. Такой голубой флакончик. Вспоминайте про наличие гноя в порох костей черепа, который спускается по носоглотке гной при разжижении и который доставляет нам массу неудобств. Когда мы используем Бриз вот при таких состояниях, во-первых, мы снимаем дискомфорт, связанный с оттоком слези и гноя. Во-вторых, мы перестаем ощущать вот эту заложенность. То есть, когда слезь стекает, то у нас как бы возникает отек внутренний, мы начинаем хуже дышать и вот это ощущение заложенности, оно может быть даже постоянным. Когда мы используем Бриз, когда мы просто дышим этой смесью, мы снимаем внутренний отек, мы ускоряем вывод в слизи, мы делаем свое состояние более комфортным и параллельно мы еще и работаем с бронхолегочной системой, потому что масла, которые входят в эту смесь, я зачитаю лавр, мято-перечное, опять эвкалипт, чайное дерево, лимон, кардамон, коричневый камфорный и равенцаро. Эти масла, они работают и как противовоспалительные, снимают воспалительные очаги у нас в дыхательной системе, как отхаркивающие на вывод мокроты, как успокаивающие, если есть удушья, сильный кашель, эта смесь успокаивает. Следующая смесь называется Диблу. Диблу. А это вспоминаете пункт про отеки, которые мы называем часто лимфатическими, да, лимфатические отеки. Что делает Диблу? Вообще-то эта смесь, она у нас представлена в таком таком так, а где у меня Диблу? Вот она. Она представлена у нас в несколько необычном флаконе, у которого крышка более широкая, чем у других. Это говорит о том, что эту смесь надо использовать с большой осторожностью и только наружно. Вообще-то эта смесь у нас для лечения суставов и любых проблем с опорно-двигательным аппаратом. Но не то чтобы для лечения, а для помощи себе при избавлении вот от этих заболеваний. Когда мы воздействуем на причины этого заболевания, мы применяем эфирную смесь Дибул, чтобы облегчать болевой синдром. Что делает Дибул? Она, эта смесь усиливает кровоток. То есть когда мы имеем больные суставы, позвоночник и так далее, у нас есть воспалительный процесс, мы имеем пережатие кровеносных сосудов. Если это пережатие кровеносных сосудов, то это плохое клеточное питание и это боль, которая усиливается от того, что не только воспалительный процесс, но еще и клеточное голодание. Так вот, когда мы запускаем наружно Диблу в разведении с пазовым маслом, мы усиливаем кровоток, таким образом мы напитываем вот эти голодные ткани и клетки и они перестают кричать от боли. То есть эта смесь является у нас очень мощным обезболивающим средством. Так вот, когда мы имеем дело с отеками, был второй пункт, да, у нас отеки, мы можем использовать Диблу для снятия этих отеков именно как массажное средство. То есть можем просто брать массажное масло, какой-то крем для тела, лосьон для тела, добавлять в него Диблу и просто обмазывать все тело, массируя проблемные места, там, где болит, там, где отеки, там, где застои. Мы это все массируем с участием Диблу, усиливаем кровоток и сразу ощущаем, как прям все начинает у нас там пошло, запекло, загорело и одновременно и холодок и одновременно и такой жар, который создает ощущение того, что у вас там все задвигалось, у вас отеки начинают проходить, у вас улучшается кровообращение и это все Диблу. Вот это замечательная смесь. Так, ну и десятая смесь это Онгард. Немножечко не рассчитала с доской. Онгард. Вообще эта смесь переводится как настраженной защите, она у нас противовирусная, но каким образом мы ее используем для снижения веса? Во-первых, давайте скажу, что они находятся. Дикий апельсин, гвоздика, корица, эвкалип, розмарин. Эти масла являются опять-таки иммуномодуляторами, то есть когда у человека есть лишний вес, когда он страдает хроническими заболеваниями, у него с иммунитетом точно все глубоко не в порядке, потому что у него нарушена микрофлора. За иммунитет отвечает микрофлора. Если у нас желудочно-кишечный тракт оставляет желать лучшего, то с микрофлорой все плохо, то, соответственно, с иммунитетом тоже все плохо. Так вот, смесь Омгард, мы можем применять ее внутри, она вкусная, мы можем ее на ложечке меда применять, и она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, она работает на иммунитет, на укрепление иммунитета, она работает как противовирусная, она губит патогенную флору внутри нашего желудочно-кишечного тракта и вообще во всем организме. И таким образом она тоже способствует общему оздоровлению организма, а общее оздоровление организма это естественное снижение веса тоже. И теперь я перехожу к самому интересному маслу, его нет в наборе, и у меня его нет, даже вот физически нет, я его продала, был запрос, мне пришлось его продать, но это масло идет в подарок вот к этому набору семейной аптечки. Это масло подарок, это масло идет большим флаконом 15 мл, тогда как флаконы в этом наборе идут по 5 мл, то подарочное масло имеет объем 15 мл. Называется оно Slim Sessie. Так, ну вот тут напишу Slim Sessie. Если вы знаете английский, я правда его не знаю, но знаю, что переводится как стройные и дерзкие, ну как-то так примерно. Что такое Slim Sessie? Вот здесь прям я хочу заострить ваше внимание, потому что эта смесь, она как раз и есть про снижение веса. Вообще эту смесь Дотера разработала для диабетиков. Давайте прочитаю, что входит в состав. лимон, грейпфрут, перечная мята, опять, коричное дерево, корень имбиря. Дело в том, что когда эти масла собираются вместе, они выравнивают уровень сахара в крови, то есть они воздействуют на метаболизм человека таким образом, что глюкоза легче усваивается, поджелудочная железа перестает терпеть ту колоссальную нагрузку по выработке инсулина, и люди, те, у кого сахар повыше, выравнивают его до нормы. И когда тестировали эту смесь на людях с сахарным диабетом, а это, как правило, были люди с лишним весом, то нечаянным образом выяснилось, что эта смесь не только выравнивает уровень сахара в крови, но еще и поспособствовала снижению веса практически у всей тестируемой группы до нормы. Таким образом, эту смесь стали рекомендовать не только диабетикам, но и вообще всем людям, которые имеют лишний вес. И назвали эту смесь метаболическая. То есть Slim Sessi это ее первое название и Metabolic Blend это метаболическая смесь это ее второе название. Что такое метаболизм? Метаболизм это обмен веществ. Мы с вами когда говорили, что у нас есть несколько видов шлаков в организме, мы говорили о том, что присутствие этих шлаков нарушает обмен веществ, нарушает работу организма в плане обмена веществ, из-за этого у нас все стоит и вес стоит. Так вот Slim Sessi это как раз про улучшение, усиление обмена веществ, про нормализацию обмена веществ, соответственно про работу со шлаками. Slim Sessi усиливает выведение шлаков из организма. Это то, ради чего стоит приобрести этот набор, чтобы получить в подарок вот эту замечательную смесь Slim Sessi. Slim Sessi мы применяем во всех трех видах, то есть и внутрь мы просто добавляем одну каплю на стакан, пьем эту воду 3-4 раза в день, за полчаса до еды и у этой смеси есть удивительная способность притуплять чувство голода. Если выпить за полчаса до приема пищи стакан воды с капелькой Slim Sessi, то аппетит уже не такой сильный, соответственно съедите вы меньше, соответственно сами понимаете какой будет результат. Это вот первый момент, то есть мы можем вообще в течение всего дня просто пить воду добавляя каплю Slim Sessi. Это вкусно, но судя по перечисленным маслам это просто вкусно, это освежает, это тонизирует. Также мы применяем Slim Sessi наружно. Можем добавлять в крем, на запястье, можем наносить на любые части тела, но есть один момент, поскольку там содержатся масла цитрусовых, то нельзя подставлять солнцу, прямому солнцу те участки кожи, которые обработаны Slim Sessi. Поэтому мы обычно делаем это на ночь. Но есть замечательная штука, которую делают люди с Slim Sessi, это обертывание, это антицеллюлитное обертывание. То есть просто можно добавить какой-то базовый крем, нанести на проблемные места, сделать обертывание на минут, на 20, потом все это смывается. Либо можно хорошенечко промассировать это щеткой или варежкой те места, которые мы обработали кремом со Slim Sessi и потом смыть в горячем душе. Это работает как раз на уничтожение целлюлита. Вот такое замечательное свойство в этой смеси. Да, и плюс мы еще можем использовать ее в диффузоре. Диффузор это устройство для мелкодисперсного распаления филных масел. Сейчас покажу, что он себя представляет. Вот я рассказала про метаболическую смесь и теперь расскажу про то, что вы еще можете какие бонусы получить, когда приобретаете этот набор. Приобретается набор через регистрацию Дотера. Это делается буквально за 5 минут и вы можете это сделать с помощью тех людей, которые вам дали ссылку на сегодняшний вебинар. Если вам ссылку дала я, то есть вы получили ее от меня и где-то на моем блоге увидели и пришли сюда, то вы можете мне написать, я вам скажу, как этот набор можно получить. Если же вас кто-то привел сюда на этот вебинар, то вы просто обратитесь к тому человеку и он вам то же самое все быстренько расскажет, как это сделать за 5 минут. Сейчас я хочу вам сказать, какие вы еще бонусы получаете при приобретении этого набора. Когда человек приобретает набор, стартовый набор эфирных масел, самых популярных эфирных масел, то, конечно, у него возникает вопрос, а как мне научиться пользоваться этим правильным? Как мне себе не навредить? Как мне сделать передозировку? Вообще, где узнать больше об эфирных маслах? Поэтому, когда вы вступаете в мир эфирных масел, через регистрацию в Дотера, выбирая себе набор, вы поступаете в бесплатную школу, где вас обучают применению эфирных масел. Это курс, который так и называется базовый курс по эфирным маслам. Он находится на моей обучающей платформе, доступ к нему абсолютно всем, свободный, и даже тем, кто не приобретает набор. То есть, я настолько люблю масла, что мне хочется, чтобы все о них узнавали как можно больше. Поэтому, я сделала этот курс совершенно открытым для всех, вообще для всех. Я просто хочу, чтобы все изучали эфирные масла. Значит, вы получаете доступ к этому курсу. Второй бонус, который вы получаете с этим набором, это собственно курс, который научит вас, как правильно питаться естественным образом, как очищать организм, как использовать лимфодренажную гимнастику, как использовать энергетические практики, физические практики, как применять глинотерапию и так далее. То есть, вот этот весь комплекс оздоровительных предприятий, он воплощен в моем большом курсе, который называется «К здоровью и стройности». «К здоровью и стройности». Доступ к этому курсу бессрочный, то есть навсегда. Вам его открывают, но вам для него и его для вас никогда не закрывают. То есть, это мой курс и я так хочу. Я хочу, чтобы вы знали и получали всегда. А материал в этом курсе все время дополняется. То есть, это не что-то застывшее, это такой живой проект, который пополняется все новым и новым материалом. Что вы еще имеете? Вы имеете чат, который называется «Аромачат». «Арома». «Аромачат». Этот чат имеет отношение к базовому курсу по эфирным маслам и это чат «Телеграмм», в котором всегда можно задать любой вопрос по применению эфирных масел и всегда получить на него ответ. Либо от меня, либо от кураторов, от тех людей, которые уже давно в Дотерре и очень многое изучили, многое знают. То же самое, этот чат работает всегда, он никогда не закрывается и доступ к нему у вас всегда. Четвертый бонус, который вы имеете, это другой чат «Телеграмм», и он имеет отношение к курсу «Здоровье и стройности». То есть это та платформа, где вы можете делиться опытом с другими, перенимать опыт других, задавать интересующие вопросы, читать, как другие люди проходят все эти практики, как они учатся очищать организм, какие наблюдения у них при этом, какие выводы, кто как лечит свои заболевания. Мы здесь проводим вебинары, то же самое также и в «Арома-чате», проводим вебинары, записи вебинаров сохраняются. То есть это такой большой обучающий проект, который является практически составной частью вашей жизни. вот что такое бонусы к одному набору эфирных масел. Ну, согласитесь, это очень крутые бонусы. И теперь я скажу, какие еще есть возможности по приобретению наборов. То, что я вам показываю сейчас на примере одного набора, это домашний доктор или семейная аптечка, это 10 масел по 5 миллилитров и одно подарочное масло слин сесси, которое 15 миллилитров. Это вот один вид набора. Можно еще получить все те же самые бонусы, если вы зарегистрируетесь на другой вид набора. Это большой набор, он выглядит вот так. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, не смогла я это продемонстрировать, но просто покажу из рук. Это вот такая коробка большая. В этой коробке находится деревянная подставка, в которой те же самые масла, те же самые 10 масел, но в увеличенном объеме, то есть не по 5 миллилитров, а по 15, то есть их хватит намного больше. В этом наборе не предполагается подарок слин сесик, к сожалению, но здесь еще более шикарный подарок, это вот такой диффузор, то есть вот тот самый аппарат для мелкодисперсного распыления помещения эфирных масел. Туда заливается вода внутрь, накрывается, включается в сеть и еще подсветка и распыление эфирных масел. То есть ваше любимое масло, пожалуйста, капайте в воду и наслаждайтесь ароматом. Приобретая вот этот второй набор, вы получаете все те же самые бонусы и плюс еще курс от Дотера. Этот курс уже не мой, это вот именно курс Дотера, обучающий курс, который называется сертифицированный специалист по эфирным маслам. Заканчивая этот курс, вы получаете сертификат, который говорит о том, что вы являетесь специалистом. То есть знаний в этом курсе Дотера дает ровно столько, чтобы вы имели право называть себя специалистом. Это вот такой податок к этому набору. Есть еще один вариант получить вот эти вот все привилегии, взять еще еще один набор, третий набор, который называется АТТ. Вот такая голубая коробочка. Сейчас я скажу, что такое АТТ. Здесь 8 масел, они большие, по 15 миллилитров. АТТ это другими словами ароматач. Но ароматач это другими словами аромаприкосновение. То есть это набор для массажа. массажа непростого, необычного, а такого специфического. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь знакомился с рейки, если вам это слово что-то говорит, то я бы сказала, что ароматач это как рейки, только в более подвижном состоянии. То есть это тоже работа рук на теле человека с использованием эфирных масел, итогом которого вот этого сеанса является перезагрузка. То есть это своего рода терапия. Это и эмоциональная терапия, это и терапия в прямом смысле, потому что эфирные масла при воздействии на кожу проникают внутрь, очень быстро проникают в кровоток, проникают в клетку и воздействуют целебным образом на человека. Когда люди после массажа АТТ встают с массажного стола, очень часто их просто не узнать. У них настолько сильно меняется лицо, они действительно перезагружаются. это совершенно необъяснимое очень мощное такое воздействие. И когда вы покупаете вот этот набор АТТ, вам Дотера дарит курс, который называется, так и называется, курс АТТ. То есть приобретая этот набор, вы проходите полное обучение от самого разработчика этого вида массажа, доктора Хилла, с видео уроками, и вы можете после этого обучения делать такой массаж всем абсолютно. Но в первую очередь, конечно, своим родным и близким. Потому что по рассказам людей, когда люди в семье делают друг другу вот такой массаж АТТ, у них очень значительно и заметно улучшаются внутрисемейные отношения. Вот настолько сильно эфирные масла сближают людей. Итак, я рассказала вам о трех видах наборов, которые вы можете взять и получить несколько видов бонусов. Я рассказала вам о тех методах, которые мы применяем к себе в целях снижения веса методы и связанные с питанием, и связанные с очищением организма, и, конечно же, с эфирными маслами, без которых мы теперь уже просто не представляем себе нашу жизнь и жизнь в снижении веса в том числе. Те мои подопечные, которые уже сейчас вошли в марафон, на сегодняшний день это больше 200 человек, не помню сколько, это люди, которые пришли в марафон к здоровью и стройности, получили вот эти все бонусы и до сих пор находятся в этом мероприятии, учатся, учатся в теории, учатся на практике, снижают свой вес, избавляются от хронических заболеваний, изучают эфирные масла, учатся применять эфирные масла не только для своего здоровья, но и для здоровья своих детей, внуков, родителей, мужей, подруг, знакомых и никто еще не сказал, что он зря пришел в этот мир, что он зря пришел до Тера и он зря познакомился с эфирными маслами. Никто не разочаровался. Поэтому я вам желаю от всей души войти в этот мир, познакомиться с ним поближе, с эфирными маслами и узнать, какие на самом деле чудеса они творят. Если бы вы знали, что снижение веса с помощью эфирных масел это всего лишь маленькая часть тех благ, которые вы можете получить, используя эфирные масла. Намного более важным я считаю избавление от хронических заболеваний. Потому что мы работаем с эфирными маслами не только как с продуктом, который можно понюхать, положить в рот, нанести на кожу, но мы еще работаем на очень серьезном уровне с помощью протоколов. Протоколы это отдельная массажная техника, которая направлена именно на лечение тяжелых заболеваний. Настолько тяжелых, что обычно даже вслух такие заболевания люди боятся произносить. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Как бы так. Даже с такими заболеваниями работают эфирные масла. Итак, заканчивая наш сегодняшний вебинар, я еще раз обращаю ваше внимание, что если вас заинтересовал какой-то конкретный набор и вы хотите о нем узнать больше, потому что я вам рассказала поверхностно немножечко, а более подробно о каждом из наборов, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее оптимальный, вам расскажет тот человек, который привел вас сегодня на этот вебинар, который дал вам ссылку. Пожалуйста, найдите этого человека, обратитесь к нему, и он вам даст исчерпывающую информацию, и поможет зарегистрироваться на один из наборов и войти вот в эти бонусы бесконечные. Благодарю вас за внимание, спасибо, что вы сегодня внимательно слушали эту субтитры